девчонки всем привет сегодня снимаю видео про пустые баночки которых уже под накопилось я их все для удобства достала сюда и сейчас будем смотреть что у меня закончилась потому что закончилась достаточно давно уже хочется от всего этого избавиться давайте начнем с вот такой самой большой ванночки это африканский скраб для тела от the body shop мне он понравился в этой серии было вообще два скраба один многие жаловались на то что он такой он солью шел во-первых во вторых он такой оставлял после себя масляный след да то есть можно было не мазаться каким-то кремом дальше но не всем это нравилось здесь же очень легенький такой на лето гаммаж он очень легкий да то есть он не будет прям скрабировать целлюлит да но я использовала вот во время беременности он мне очень нравился приятный аромат такой именно спа дальше что закончилось это зубная паста сплат green tea мне не понравился только аромату этой пасты потому что пахло для меня акварелью вообще ну чем-то таким потом конечно привыкаешь действие достаточно неплохое но вот эту серию я люблю меньше чем профессионально от сплат я очень люблю мыло в брусочках и сейчас я использую вот такое мыло натуральное как она заявлена из одной из коробочек красоты как-то я получала здесь написано что можно использовать и для лица и для тела и для рук я для рук использую вот она была красиво очень упакована обалденный аромат яблока не совсем натуральной но очень-очень приятный дальше подошел буквально на днях к концу витамин е это такой витаминный тоник от the body shop очень неплохой мист как здесь написано но к сожалению когда я распыляла полностью на лицо в качестве как термальной водички до освежающей то мне щипала глазки поэтому я глаза закрывала и потом распыляла закрывала рукой кстати чтоб не попало совершенно закончились две такие баночки тоже от the body shop это был подарочный набор по моему зимний и в такой красивой упаковке в виде яблока это клюква по моему вот это вот скраб очень понравился скраб он не оставляет никакой липкой пленки очень хорошо скрабирует тоже с огромным удовольствием использовала и body butter вот этот баттер я использовала весной летом начало лета уже аромат но очень очень приятный плюс текстура такая достаточно быстро впитывающаяся мне понравилось то как он увлажнял и руки и ноги кстати я использовала хватило мне на месяц вот такой миниатюрки очень классная консистенция именно вот в этой лимитке любимое ходовое средство моего мужа это такая пенка освежающая охлаждающая от джена сейчас он пользуется вторым флакончиком мне тоже очень нравилась интересная хрустящая текстура если вам нравится экспериментировать с косметикой вы вот действительно не встречали я думаю нигде вот такой молекулярный лосьон да как он называется молекулярная пенка для ног и здесь настолько интересная текстура она такая хрустящая и когда наносишь ее на ноги кажется что что-то жарится на сковородке вот такой звук именно издает хорошая освежающая дезодорирующая далее растаял мой baby lips не помню где его оставляла что вот так он подтаял это был мой любимый бальзам зимой мне нравилось то что давал оттенок он классный такой красноватый и мне нравилось то как он увлажнял губы дальше средство которое я сто процентов могу вам советовать вилле до средства от растяжек я безумно довольна осталась этим средством потому что у меня растяжек нет я пользовалась где-то начиная с 4 5 месяца беременности именно раз в два дня и потом уже к концу беременности я старалась наносить каждый день только вечером потому что все-таки масляная консистенция особенно летом под одежду особо не поносишь средство замечательное вот этого флакончика мне хватило на всю беременность вот с таким расходом как я вам только что сказала однозначно стоит своих денег у меня есть 2 упаковка тоже сейчас использую для профилактики мои любимые гели для душа дав я думаю что здесь все сказано вот этот самый любимый просто оригинальный запах их аромат свежести для меня буржуа city radiance в оттенке 01 использовала до конца второй тюбик брать не буду потому что все же мне нравится больше люксовые тональные основы это неплохая бюджетная основа буржуа все неплохие тональные основы практически если подобрать под свой тип кожи мне нравилось то что она давала именно вот radiance да именно такое свечение красивое лицо но для лета здесь spf 30 кстати что хорошо защищает от солнышка но для лета все же это тональная основа она жирновато поэтому я бы ее советовала именно на весну на осень и хорошая защита и очень такой здоровый красивый цвет лица первый оттенок именно советовала бы потому что 2 это уже но для меня по крайней мере он летний он желтый слишком дальше смотрим это коробочка буквально недавно получила заказы faberlic и вот это мой любимый крем знаю что многим уже советовала и многие говорят что очень довольны им это вообще такое средство маст хелл абсолютно на любое время года его можно использовать и как сыворотку можно использовать против укусов комаров и после депиляции я наношу именно на лицо летом наношу просто вот на лицо и больше никакие другие кремы не использую мне нравится как борется с высыпанием в общем это наверное самый лучший продукт у faberlic самый универсальный и самый тот который я могу советовать вам точно далее просто выбрасываю это кисть сигма f80 к сожалению уже пришла в негодность ей три года пора менять дальше крем от faberlic еще один это после депиляции гель мне вот этот нравился больше сейчас у них вышла новая линейка какая-то ожидалось что она будет лучше но как по мне линейка вообще практически никакая мне она не нравится абсолютно вот этот гель был лучше он и охлаждающий здесь приятная консистенция а там уже идет какой-то крем я его использую но без каких-то восторгов средства которое я использовала в качестве геля для душа хотя это гель дезодорант для интимной гигиены и для того и для того он подходит хорошо но больше мне все же летом нравилось использовать в качестве геля для душа хорошо освежал очень нежно и то что надо было опять же во время беременности приятный аромат и это кстати многие блогеры подмечают самый лучший шампунь но наверное на одной ступеньке для меня с нейтральным натура камчатка шампунь снежный бриллиант эффектные объемы пышность волос мне очень нравится этот шампунь у меня закончился я обязательно куплю новый действительно дает такой объем но без эффекта пушистых и легких волос то есть волосы остаются тяжелыми они выглядят тяжелыми да именно но при этом есть объем и этот объем сохраняется несколько дней супер шампунь очень бюджетный и может однозначно посоревноваться с любыми профессиональными какими-то шампунями нет перхоти от него просто супер дальше то что я тоже заказала сейчас себе четыре или пять баночек потому что очень надо тем более с маленьким ребеночком это гель спрей для очищения воздуха монардо плюс приятный аромат чая хорошо увлажняет воздух плюс здесь написано что борется с бактериями я очень часто его покупаю очень часто использую вот сейчас много взяла тем более что жара и вот он хорошо увлажняет воздух дальше гель для бритья для женщин гладкое комфортное бритье с алоэ вера никакой гель для бритья вообще не убирает никак раздражение то есть что его нанес что не нанес огромные расходы делается он в такую пенку но очень густую ну вообще не понравилось вот эта серия в принципе мне не понравилось то что закончилось буквально на днях представляете сколько 7 месяцев я пользовалась вот этим 7 месяцев этой пенкой которая мне уже надоело если честно но это супер экономичная пенка хорошо очищала она не скажу что она борется с чем-то там особенным но она вот просто очищающее средство макияжей не снимала мне нравился аромат он такой ненавязчивый розовый аромат в общем это средство вот купил и на полгода забыл что надо тебе какое-то средство для умывания она полностью оправдывает свою стоимость потому что ну опять же ты не тратишься каждые два месяца на какое-то средство здесь на полгода хватает нежная пенка хорошо очищает вернее удаляет остатки макияжа в принципе я довольна но во второй раз бы не взяла потому что просто надоело сейчас конечно я экспериментирую с различными влажными салфетками для ребенка и у нас очень сложно найти здесь именно салфетки с натуральными составами вот у меня была в сумке в роддоме там натуре по моему называлась там очень хороший состав кто знает какие можно заказать либо на херб либо еще где-то да вот именно с хорошими составами но все равно они нужны то есть приходится покупать то что есть в магазинах вот у меня хаггис были не понравились и хаггис и памперсы очень хорошие но вот эти салфетки они слишком влажные они нежные да но они слишком влажные и какие-то ну не знаю мне кажется некомфортно как-то ребеночку с ними потому что с них прям стекает не буду больше покупать такие и вот сейчас пользуюсь вот такими вот эти нравятся больше потому что они в меру пропитаны нет эффекта мокрого мокрого чего-то да то есть достаточно такие комфортненькие но опять же здесь содержится спирт хоть и на первом месте но в любом случае да ну вот девчонки все то что закончилось меня из косметики на сегодняшний день всем спасибо за внимание увидимся в новых видео пока